Ну что, друзья мои, мы с вами сегодня идём в Юникло. Я надеюсь, что там появилось что-то новое к зимнему сезону. Мы там давно не были. Я очень надеюсь, что мы что-то найдём интересное. Пойдёмте. Так, из новенького вельветовые юпочки, шорты, я так понимаю, да? Коротенькие, на девочек. Как меня протащили за короткое белое платье, за рыбожие, сколько я получила. Не хочу называть, не хочу говорить слово неприличное, но прям реально. Так, они у нас стоят 50 долларов, и они состоят из, значит, много хлопка и немножко спандексом. Шортики с чёрными непрозрачными колготами 70D будет очень даже неплохо, у кого красивые ноги. Ещё раз повторюсь, девочки, может быть, не все читали комментарии под моём видео. Я живу много-много лет в таком пространстве, в котором мини носят все, просто все, лет и в 70, и старше. Так, только что сделали объявление о том, что их примерочные полны. Поэтому, если вы не хотите ждать, вы можете просто всё купить, что вы хотите, дом померить и потом вернуть, если надо. Это очень мне не нравится, потому что я пришла попримерять. Так, вот какие-то штаны на распродаже, типа джинсы только серого цвета. Но дело в том, я не пойму, они 13 или 20, но дело в том, что они очень маленького размера, а так джинсы неплохие. Кстати, джинс много в Яникло, всяких разных. Может быть, мы примеряем джинсы, если я не найду ничего интересного. Так вот, я продолжаю. Я очень много лет живу в таком пространстве, в котором мини можно носить всем, кому угодно, с любой фигурой и в любом возрасте. Поэтому для меня это было просто удивительно, что кого-то удивило, что я примеряю короткие платья. И у меня все подружки мои, всем за 50, и все ходят в коротких шортах и платьях, и юбках. Одна так вообще ничего не носит, кроме коротких вещей. Вот курточки уже появились у нас. То есть просто по принципиальному принципу она носит только мини. И прекрасно живет, любимым мужем и детьми. И никто ее, с ней, так сказать, ничего плохого не произошло. Красивая юбка в бельевом стиле за 60 долларов. Смотрите, есть такие вот бежевые, есть черные. И к ним есть вот такие вот в бельевом же стиле блузки за 40, по-моему. Хорошо так сделано. Сверху у нее вот такой вот поясок. А, они еще есть вот синие. Очень красивого синего цвета. И вот такие вот к ним предлагают рубашки. На рубашке немножко другого цвета. Юбки черные и синие, бежевые. А рубашка такая зеленоватая и коричневая. Интересно, коричневое с синим будет красиво смотреться или нет? Давайте приложим. Мне кажется, не очень как-то. Нет, какое-то странное сочетание. Не знаю. Короче, идем все дальше. Вот эти были костюмы. Они сейчас на распродаже. За 30 долларов вот такие вот брюки и топы к ним шли, такие без рукава. Так, это что-то мужское сюда занесли. Вот видите, вот такой топ он черный остался. Оно все 13 долларов. Брюки, по-моему, 19. Или сколько? 29. Окей. В прошлый раз, когда я была, они стоили полную цену. Так, появились плащи. Плащи за 150. Это Юникло Си. Они из черного, защитного цвета, такого оливкового и бежевого. Очень неплохие. Хорошего качества. По-моему, они юнисекс. И мужские, и женские. Пальто за 150 долларов без подкладки. И тоже каждый год они появляются. Давайте найдем какую-нибудь этикетку от него. Я пока что не вижу. Так, сейчас перевешиваем тут все. Так, давайте читать состав. Так, состав. 42% найлон, 37 шерсть и 21 полиэстер. Подкладка 100% полиэстер. Стоят они 150 долларов. Ну, значит, 37% шерсти. Вот такие вот они серые и черные. Мне даже, в принципе, серые. Больше всего нравится цвет, потому что этот очень светлый. Так, кофточки вот такие. Вот кардиганчики вязаные. За 50. 51 хлопок, 33 полиэстер, 14 найлон. Вот такой вот вязочки в косы. Так, они есть розовые, бежевые, синие. Вот они лежат. И серые, насколько я понимаю. Это тоже что-то, какие-то кофточки. Вот эти вот кардиганы, которые никак... Боже мой, за 60 долларов сколько я сюда хожу. Уже, наверное, полгода они не вышли на распродажу. Их так много, полно тут лежит. Почему-то они их не распродают. Так, теплые зимние юбки за 50 долларов. У них состав... Так, сейчас почитаем. Из пальтовой такой ткани. Состав у них... Давайте искать. 65 хлопок, 35 полиэстер. С ума сойти на хлопок. Она вообще не похожа. Серьезно. Как это хлопок может быть? Да, ну вот смотрите, читайте. 65 каток, 35 полиэстер. Я бы сказала, что она больше какая-то похожа на шерсть. Но она такая трикотажная. Значит, есть бежевые. Они с карманами, да. С карманчиками. Есть бежевые, есть светло-серые, темно-серые, коричневые. Может быть, померите ее. Ой, падает у меня. Сейчас я повешу. К ней есть вот такие вот из очень похожей ткани. Такие пола. За тоже 50. Тоже 65 каток, 35 полиэстер. Та же самая ткань. Вот такие вот пола. Можно сделать, изобразить костюм. Можно не изображать. Белые платья из шитя и черные вышли на распродажу за 40 долларов. Мы с вами их примеряли. Эти платья мы с вами тоже примеряли. Они стали по 40. В общем, все летнее практически сейчас распродается. Но цены не так, чтобы уж такие бросовые. Вот это мы тоже с вами, вот это вот, Эризом примеряли. Вот эти платья. Они сейчас по 30. Мне больше нравилось такое... Вот, вот такое. Нет, не такое. Мне больше нравилось с Эризом лодочка. Но я не знаю, есть ли они еще есть. Вот что-то по 20. А вот они есть. Значит, они сейчас по 40 долларов. Я его примеряла. Мне оно очень понравилось тогда. Помните, вот это синее платье. И сейчас они по 40. Не знаю. Может, подожду еще. Так, это из новых зимних платьев. По 70 долларов. Что тут за состав? Так, состав, состав, состав. 41 хлопок, 5 фандекс, 54 полиэстера. Значит, вот такой верх трикотажный. И юбка из... Юбка плессированная. Есть черный, есть защитный вот такой полотно зеленого цвета. Еще, наверное, есть. Я сейчас обойду. Значит, это непонятно что. Не то платье, не то кардиган. Что написано здесь? 70 акрилик, 30 шерсть. Вот такое вот тоненькое, прозрачное. Которое можно носить, видите, вот как платье. А можно носить как куфту. Оно все на пуговицах полностью. Немножко прозрачное. Я надеюсь, в нем есть подкладка. Нет, вы знаете, подкладки нет. То есть вы для того, чтобы его носить как платье, вам нужно найти какой-то низ. А, они, кстати, по 40 долларов сейчас. Они на сейле. Я вообще их не видела. Видите, как я отстала от жизни. Вот они. Нет, вы знаете, есть подкладка. Неправду я вам сказала. Значит, стоят они 40 долларов. Мне оно нравится. Вот это прямо очень красивый цвет. Это плохо видно, но он такой зеленовато-синий. Есть подкладка, прилагается. То есть можно носить как платье. Можно расстегнуть, носить как такую верхнюю кофточку в дырочках. Что-то здесь зеленое зеленеется. А, это все те же кардиганы. Вот они есть вот такого еще цвета бежевого. И вот эти платья есть еще цвет терракоты. Вот с плассировкой терракотовые, симпатичные. Так, вот цвета появились. Они вот такие вот с горлышком. Видите, с высоким горлышком. С горлом стоят они 60 долларов. Вот они есть всякие-всяких цветов. Ну, как-то еще совсем для цветаров рано, мне кажется. Значит, что в них за состав? Давайте посмотрим. 51 акрил, 32 пулестер, 8 шерсть, 3 спандекс. Видите, у него такое не то, что высокое горло, а такое немножко высокое горло. Вот девочка изображена студентка. Видимо, имеется в виду, это к школе, к зимнему сезону школьному. Есть всяких цветов. Какие-то мрачные, страшные. Мне не нравятся совсем. Но есть такие вот цвета посветлее. Вот такой цвет симпатичный. Вот этот цвет симпатичный у меня не идет. А вот девочка, видите, в кофточке и в этих вот шортиках, юбочке. Так, я видела еще какие-то свитера. Здесь были. Вот, было полно свитеров. Это тоже, видимо, шерсть за 60 долларов. Может быть и нет. У них ведь бывает... Раньше за 60 долларов у них шерстцанные были свитера. А сейчас фиг его знает с их ценами. Не удивлюсь, если это... Да, 8% шерсти. Когда-то у них за эти деньги продавались свитера полностью шерстцанные. Причем мерина. Шерсть мериносая. И вот тоже вот такой вот цвет. Зеленый, серый, розовый. Такой очень пастельные цвета. Вот юбки теплые, зимние. Так, я даже не знаю, с чего нам начать. А, значит, почем-почем? Почем-почем? За 60. А в них тоже 8% шерсти. И вот такие вот жилеты разных цветов. Тоже, наверное... Ой, как высоко он висит. Давайте приблизим. Еще приблизим. Так, 8% шерсти. Тот же состав. И они тоже вот разных есть цветов. Темно-серый, бежевый. Вот на манекене. Видите, юбка и жилет. Вот так имеется в виду, что их нужно носить. Хотя вот эти вот цвета, вот этих юбок, вот здесь я не вижу. Потому что я вижу, что есть... А, нет, вот есть. Вот такая юбка. Вот такой жилет. И вот зеленая. И к ней вот такой вот. Вот такая же юбка, такого же цвета. Вот как это предлагают носить. Вместе с каким-то гольфом. Вниз, под жилет. Ну да, окей. Здесь же есть за 50 долларов тоненькие свитерочки. Вот это настоящая шерсть мериноса. Вот эти свитера. Здесь написано... Так, 100% шерсть. Стоят они 50 долларов. Дешевле, чем те толстые, которые 8% шерсти. Очень написано, видите, extra fine. 100% extra fine мерино. Это 100% тончайшая шерсть мериноса. Вот они из всех цветов. И он действительно очень тонкий свитер. Просто я считаю... Вот он как выглядит. Я считаю, что его нужно прямо носить вот под низ. Под что-то. И вот такие вот есть. Такие пола с воротничком, с резиночкой. Вот они висят. И это тоже шерсть мериноса. 100% шерсть. Они тоже по 50 долларов. Вот такие вот тоненькие. Ну, это такой вот. Видите, это вот на такого девочка. Рубашечка, брючки. И вот такая вот кофточка. Вот такие же, по-моему. Только без неврубчик. Это разные, видите, здесь с воротником. А эта девочка нарисована без воротника. И я думаю, что они тоже из шерсти. Да, тоже мериноса шерсти. Тоже 50 долларов они стоят, по-моему. Так, вот здесь полосатики. С коротким рукавом. 40 долларов. Тоже, кстати, шерсть мериноса. Это 100% по 40 долларов разных цветов. Но они, видите, с коротким рукавом. Зачем шерсть? Шерстяной. 100% шерстяной свитер с коротким рукавом. Для меня всегда было загадкой. Так, вот кардиганы на куговицах. Мы, по-моему, уже видели. Есть полоску. Ну, все. Давайте будем применять. Если что-то найду интересное, я еще погуляю. Я вам сниму. Шляпенцы такие шерстяные, как будто бы, с куртки. Но куртки с самого начала, еще вот эти стеганые куртки. Если что-то я увижу интересное, вот красиво цвета куртка, я обязательно сниму. Ну, а нет, не увижу ничего интересного, тогда что-нибудь потащу в примерчину. И мы с вами вместе все это проверим. Я принесла одно платье из новых. Какие-то джинсы с распродажи и несколько топов. Потом платье тоже с распродажами. В общем, короче, там появились, вы видели, новые всякие юбки шерстяные, какие-то жилеты. Все это мы будем примирять, когда станет нам прям таки холодно. Холодно зимой. Пока что, на самом деле, еще не так уж холодно, чтобы примерять прям такие зимние вещи. Скорее мы примеряем осенние. Хотя вот у нас немножко похолодало, и вы видите, я в платье хлопкаю. И вот в таком черном, сжатом тема плаще, потому что вот в одном платье таки и холодно. Потому что оно из хлопка, платье тоже из старых моих запасов, моих старых коллекций, в которые я стала влезать, под зебру. В то время зебра была в моде, потом она вышла из моды, сейчас снова вернулась. И как раз я удачно, вот, в моем платье и осталось со мной. И, в общем, как бы я вот, удачно попала снова в ногу с трендами. Так, давайте примерим. Так, смотрите. Задумка была хорошая, но результат мне не нравится, потому что вот этот свитер не очень хорошо подходит к этим брюкам. Я его еще померю вот с этими джинсами. Это белые брюки. Они мне немножко великоваты, но был размер medium и extra small. Мне нужен был бы small, но не было. Значит, удобство их заключается в том, что, несмотря на то, что они великоваты, у них внутри протянута такая веревочка ролик. И, как бы, поэтому они с меня не падают. Но, в принципе, конечно, они мне большие, хотя они должны быть такие немножко свободные. Что мне всегда нравится в Uniqlo, это длина их брюк. Они нам всегда идеальны в длине. Мне ничего не надо подкарачивать, ничего не надо делать. И вот такой вот белый в полосочку свитер, который либо надо заправить, либо нужен был, наверное, размер на три побольше, чтобы носить его на выпуск. Плюс он коротковат. Он должен был быть подлиннее и пошире. У меня есть вот такой вот топ, который я сейчас померю. Вот он подлиннее и пошире. Но, в принципе, мне эти брюки нравятся. Они хорошие. По-моему, они на сейле. Сейчас я проверю по баркоду, потому что они висели вместе с другими джинсами, которые были на сейле, но я не уверена, или они тоже на сейле. Хорошая плотная джинса, большие сзади карманы на попе, но они, конечно, не великие. Очень сильные. Хотя они должны быть такие. Но просто если бы я не зацянула веревку, они бы с меня упали вот тут вот. Так что, поэтому... Вот. Но джинсы не плохие. Смотрите, вот этот топ. Вот такая тельняшка. Вот гораздо лучше, потому что он шире и длиннее. Гораздо лучше выглядит с этими брюками. Они есть всех цветов. Вы видели, я в зале снимала. Я принесла такой сине-зеленый. В принципе, зеленый. Темно-зеленый. Потому что я принесла вот это платье. Я хочу померить его как верхнюю одежду вот сверху на этот топ. Оно, правда, с коротким рукавом. Но мне кажется, даже будет интересно, если выпустить руках от этого топа сверху надеть эту кофту. Будет прикольно. Короче, это экстра-смоук. Вы понимаете, он очень, они очень большие. Они есть всяких вариантов полосок. Темные, светлые, белые. Синюю полоску, синюю, белую и так далее. И вот этот вот такой вот приятный цвет. Мне очень хорошо камера передает. Но вы видите, что он такой темно-зеленый. Изумрудный. Мне он очень нравится. И вот такая ширина с этими штанами выглядит намного лучше. Потому что штаны широкие и полка должна быть такая по шее. Смотрите, как на самом деле прикольно выглядит вот этот кардиган, платье-кардиган прозрачное. Значит, у него есть подкладка. Его можно носить как платье, а можно носить как верхнюю одежду, потому что он полностью напугается. И у него такая текстура, такая прозрачная, вязаная такая сеточка, что все, что надето внизу, оно просвечивается. Мне даже понравился вот такой вариант с коротким рукавом и вниз надеть какой-то длинный рукав. Типа тельняшки, белые брюнки. Мне кажется, кухни мои красные не в тему, хотя вот вкусом только есть. Мне кажется, что это очень неплохо вместе все выглядит. Посмотрите, я сейчас максимально себя покажу вам. И вот такой вот вариант совсем неплохо. Венекло одежда очень базовая, но если очень постараться, то можно найти вещи, которые будут такая база, немножко с такой изюминкой. Вот это вот платье, я считаю, оно такое вот именно как раз база с изюминкой, и его можно носить в двух варианках. Это очень удобно, потому что он многофункционально. И как платье, и как вот такую вот накидку летнюю на какой-то, допустим, сарафан. Мне нравится именно вот этот цвет, хотя, если честно, там, если носить его как накидку, лучше, конечно, купить какую-нибудь там, там есть светло-бежевая, есть черная. И такая она будет более-более легко подбираемая красным платьем. Но мне просто очень нравится вот этот темно-зеленый цвет, именно если носить его как платье, то оно очень-очень красиво. Так, смотрите, джинсы стоят 60 долларов, возможно, 40. Я не уверена, потому что вот я попыталась найти по этому бар-коду, что, например, в Заре можно просканировать этот бар-код, и он вас отправляет на веб-сайт и показывает вам цену. Даже если на веб-сайте этой вещи нету, но он вам показывает ее цену. А здесь вот в Uniqlo почему-то так не работает, не ловится. Значит, размер это medium, хлопок, конечно. И это широкие, видите, широкие джинсы написано. Вот, цену я их не знаю. Вроде бы они висели, там эти все были джинсы по 40. Ну вот, хорошие джинсы, приятные такие, очень большие сзади карманы, в общем. Видите, вот то, что я вам говорила, внутри вот такая вот веревочка просунта. Ее можно затянуть, если они вам вдруг станут очень велики, и вы хотите их поменьше. Мне нужен бурсмол, конечно. Вот эти джинсы мне прямо очень нравятся. Я оставила этот топ, оставила вот этот кардиган сверху, чтобы показать, как вам это выглядит вместе. Это тоже выглядит неплохо с джинсами. Джинсы непростые. Джинсы очень симпатичные. У них сверху вот такие вот как бы джинсы-бананы. Они сделаны из очень тонкой джинсы, легкой, летней, прямо такой, знаете, в которой вам комфортно и удобно. Это размер медиум. Мне можно было бы и смол, потому что сзади резинка, и они на мне, ну так, свободно довольно сидят. Но медиум, в принципе, нормальный. И тоже мне, значит, идеально подходит длина. Я вам сейчас сниму все вот это вот и покажу просто, как они выглядят с каким-то топом. Это мой топ внизу. Как они выглядят с каким-то топом, если вот заправить. Узкий топ, потому что мне кажется, что вот такие широкие джинсы-бананы, это же не бананы, нет. Что я говорю? Бананы были узкие внизу, а эти широкие со всех сторон. Я еще потом померю вот с этой вот кофтой, с этим свитером, но я вам сейчас покажу, как это выглядит. Допустим, можно так вот его подзаправить. Так. Уже, уже неплохо. Можно его носить длинный, можно снять эту кофту, что я сейчас сделаю, потом я все сниму, покажу вам все по отдельности. Так, смотрите, вот так выглядит этот топ с этими джинсами. По-моему, неплохо. Так, смотрите, вот так выглядят эти джинсы с узеньким топом вот таким вот на брительках. или каким угодно. В общем, они вот так неплохо вполне сидят спереди и сзади. Если вы просто возьмете какой-то топик и заправите внутрь, то тоже будет совсем неплохо. Они широкие, но не очень сильно широкие, а такие в меру. И что мне в них нравится? Мне нравится то, что у них тонкая джинса. Вот на лето, как бы, даже на осень вполне еще, вполне очень даже неплохо. Мне кажется, так они довольно неплохо пишутся в такой осенний или осенний гардероб, потому что они легкие. Так, состав этих джинсов. 59 хлопок, 41 лианцел. Вот такой интересный у них состав. Стоят они сейчас не 60, а 40 долларов. Это был размер медиум. Вот такая здесь идет защипа. Сзади резинка и карманы большие. Брюки клешные, широкие, свободные, легкие. В общем, джинсы вполне. Они еще и бежевые и такие вот такого же точно молочного цвета. И потемнее беж такой. Вот такие я, в принципе, хотела принести. Вот эти, вот такого цвета, но не было моего размера. Не было ни медиум, ни смол. Был, по-моему, только ларч и экстра смол, как всегда мне не видно. Так, я еще решила померить вот с этим полосатым свитером. Заправила его внутрь. Если красиво какой-то еще ремень сюда, например, так будет очень даже стильно, классно и неплохо. Вот такие вот джинсы с таким вот свободненьким свитерочком, но заправленным внутрь. По-моему, тоже неплохо. Так, значит, этот свитерок, он сделан из стопроцентного хлопка, стопроцентного катон. 50 долларов он стоит. Это был размер смол. Он интересно, видите, так провязан. У него интересная вязка. Но, в принципе, вот такой вот обычно. Они тоже есть всяких-всяких расцветочек. Всех вероятных и невероятных. И есть также однотонные свитера. Тоже их много всяких разных. Они сейчас не на распродаже. Они, по-моему, есть на веб-сайте. Все абсолютно. Тельняшка. Тоже стопроцентный хлопок. Стоит 30 долларов. Размер экстрасмол. Видите, приятного такого зеленого цвета. Есть всяких-всяких разных цветов и вариантов. Очень-очень приятный мягкий хлопок. Прямо вот реально хороший. Приятный мягкий хлопок. Единственное, что они очень-очень большие. То есть вот экстрасмол у меня прям такой свободный. Очень-очень свободный. Поэтому все будете брать. Но берите хотя бы на размер меньше. Очень хорошо сделано. Очень хорошо обработана горловина. Ну, как всегда. Дненекол все их футболки, майки и так далее. Но она прям, знаете, не теплая. Она совсем такая легкая. Прямо вот на конец лета. На начало осени. Вот сегодня мы все такое примеряем. Не слишком еще зимние. Светера еще мы успеем попримерить. Так, платье, которое я примеряла как верхнюю одежду. Честно говоря, я ждала от него большего. Во-первых, оно какое-то великовато. Мне, ну, это смол, меньше нет. И какое-то оно никакое. Вот когда я его надела с джинсами и с полосатой вот этой вот футболкой, мне кажется, оно выглядело очень прикольно. А вот так, вот именно как верхнее, оно выглядит лучше. А как платье, оно просто никакое. Просто никакое. Может быть, было бы, допустим, там из светлого бежевого цвета, оно бы выглядело лучше. А вот это, ну, такое совершенно... Хотя, в нем 30% шесть. То есть оно довольно такое теплое. Зачем оно нужно такое теплое? Оно, в принципе, летнее. В дырочку. С рукавом небольшим. То есть оно не летнее-летнее, но оно не зимнее, это платье. Оно такое, скажем так, осеннее. Весеннее, потому что рукав короткий. Обычный. Мне нравится. Хотела, думала взять, но мне оно не нравится. Даже, мне кажется, если с поясом надеть его, то это тоже не спасет картину, потому что он какой-то скучный. Так, смотрите, видите, какой состав. 70% акрила, 30% шерсти и подкладка 100% полиэстер. Размер смол. Стоила она 70 долларов. Сейчас она стоит... Сколько я говорила? По-моему, 40, да. Честно говоря, я их даже в магазине не подняла. Я так давно здесь не была. То есть их не было, когда я была последний раз. Сейчас она уже на распродаже. Ну вот, на вешалке оно мне нравится. Оно мне совершенно никакое. Даже 40 долларов она стоит. Несмотря на то, что в нем аж 30% шерсти. Вот так. Так, платье. Мне нравится его идея. Сверху трикотажный, облегающий вверх. И внизу прессированная юбка, пришитая к этому верху. Они немножко из разных тканей. Здесь плотный трикотаж. Это такая, в общем, довольно тонкая материя. Но не очень уж тонкая. Совсем не летняя. Как раз такая осенняя. Она неплохо сидит. Она хорошо скроена. Вот вся вот эта вот идея, как просто облегающий вверх. И такая клешненькая юбка. Она, в принципе, неплохой. Вот этот неплохой терракотовый цвет. И есть еще черный. Какой-то такой маслиный, как это сказать. Цветозащитный. И, в общем, неплохое, но ничего особенного. Это из новых зимних вещей. Пока ничего такого я в нем особенного не вижу. Чего бы у меня не было. Или что-то такое необычное. Красивое. Сидит неплохо. Одно, чтобы я сказала, что прямо А. А. То нет. Так. Платье стоит 70 долларов. Состав его, наверное, сплошная синтетика. 54 полиэстер, 41 хлопок. Нет. 5 спантекс. То есть, в принципе, половина хлопковая. Наверное, вот эта часть хлопок, а вот эта вот, скорее всего, не хлопок. Платье неплохое. У меня был размер медиум. Вот его номер. Платье неплохое. На раннюю осень-весну. Интересно сделана юбка. Плессировка такая сложная. Ну, в общем, вполне достойное платье. Кому нужно. Потому что мне не нужно. У меня платьев очень много. Хотя оно действительно, вот, по идее, своей неплохое. Мне не нравится шов сзади на спине. Это очень дешевит вещи. Причем, знаете, когда делают шов сзади на спине. Сейчас повесу, скажу идею. Допустим, где-то вот в юбке, которая там в складках, в плессировках, то это не страшно. А вот здесь прямо вот так вот, прямо на спине, в центре. Ну, девочки, все изменилось. Все, все меняется. Качество тканей пошива. В общем, все магазины уже не те. Даже люкс уже не тот. А уж про масс-маркет. И говорить нечего. Но, в принципе, вот платье нечего. Так, девочки, ну все. Вот такие у нас были примерки. Я ничего, что-то мне не особенно не понравилось. Ну, вот, если кому-то ремяшка нужна, то здесь есть неплохие. А все остальное пока... Такое, 7-8. В общем, вот это платье у меня были надежды, но оно оказалось какое-то тоже скучное. Вот это платье неплохое. Но мне за такие деньги, может, на распродажи, и то не знаю. Пока вот так. Что-то меня юникло не особенно порадовало. Но будем ждать. У нас еще свитера, там есть юбки, какие-то жилеты. Мне кажется, это будет более интересно. Просто я еще как-то пытаюсь сохранить какой-то такой полиэлитный такой примерки на более теплую погоду. Поэтому свитера еще пока не влезают. Все, увидимся в следующем видео. С вами была Дитя из Канады. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok